Британская писательница Марти Леймбах живёт со своими родными в графстве Бергшир на юге Англии. А компанию семейству составляют девять декоративных крыс, у которых сейчас подрастают 27 детёнышей. «Это очень маленькие домашние питомцы, которым не нужно много места. И они очень умны, как собаки. Их можно дрессировать, научить чему-нибудь. При этом они очень ласковые и у всех разный характер». Первая книга писательницы «Умереть молодым» вышла в свет в 90-м году. По ней сняли одноимённый фильм с Джулией Робертс в главной роли. Примерно в то же время Марти завела крыс. «Это было большой тайной. Мне не хотелось, чтобы люди знали, поскольку это не совсем обычно. Но я любила крыс. Тогда я их не разводила, просто держала». Декоративные грызуны отличаются окрасом и качеством шерсти. Она может быть гладкая, кудрявая, мягкая или шелковистая. Мартик говорит, что эти питомцы – чистоплотнее кошек. Писательница никогда не продаёт по одной крысе, только по две или три. Считает, что им нельзя жить в одиночестве. «Здорово, когда получаешь не одну, а сразу три крысы». Следующая книга британки называется «Стрекоза». Главная героиня – молодая лаборантка, которая любит крыс. «Она возвращает к жизни крысу, которая полчаса была мёртвой. Это переломное событие во всём. Потому что девушка нашла лекарство от смерти. И я не смогла бы написать эту книгу, если бы не знала и не любила крыс». По китайскому календарю 25 января наступает год белой металлической крысы. По мнению астрологов, год под этим знаком зодиака будет более мирным и спокойным, чем предыдущий. Он также принесёт и другие положительные события. «В китайской астрологии крыса – романтическое существо. Поэтому в такой год наступает время, когда любовь витает в воздухе и вокруг много романтики». Грызунов держат в качестве домашних питомцев со времён королевы Виктории. Крысы жили у таких знаменитостей, как Перис Хилтон, Джон Клис и Анджелина Джоли.